Хочу начать свое выступление с момента, когда в Кашихабрском районе была организована видность охраны. Это был 61-й год. Тогда охрана осуществлялась чисто сторожевой физической охраной. Люди охраняли объекты, склады, помещения, где хранятся материальные ценности. С помощью сторожей, как сейчас не банально звучит, может быть и звучит, с ружьями, с перданками, с ружьями, как можно сказать попроще. Значит, охрана осуществлялась таким способом. То есть, сторожа в выходные дни дежурили сутки, в праздничные дни, в выходные дни сутки. Значит, пульт централизованной охраны был открыт в Кашихабре в 2008 году, в феврале месяце. Тогда мы начали охранять сразу 7 объектов. На данный момент нами охраняется 148 объектов. Из них мест хранения имущества граждан – это дома, частные дома, они так называются по-нашему. Из них домов мы охраняем 28 единиц. Квартир охраняем 18. Остальные все объекты. Значит, метод охраны я неравнократно доводил до жителей Кашихабре. При проникновении преступника датчики срабатывают, посылают сообщения на пункт централизованной охраны. Оттуда дежурная пункта направляет немедленно на место, где произошла сработка, группу задержания. Это вооруженный наряд в количестве трех сотрудников. Значит, пользуясь случаем, хочу еще довести до жителей аула Кашихабль о том, что мы открыли новый вид услуг. Это с 1 октября мы принимаем заявки на оборудование автотранспорта. К большому сожалению, вновь пошли кражи автомобилей. До Кашихабли еще пока не дошло, но уже в городе Майкопе и в Тахтамукае, в особенности, начали охищать автомобили. В связи с этим руководство ВНО ввело новый вид услуг, о чем я сейчас доложил. Значит, что в это входит? Это оборудование автомобиля нашим прибором и заключение договора на охрану. То есть, любое несанкционированное проникновение в автомобиль или попытка снять колеса будет направлена также информация, сигнал тревоги на наш пульт централизованной охраны. И тем же самым способом дежурная пульта направит группу на место, где установлен автомобиль. Если вдруг группа не успеет, если преступники сработают очень быстро, значит, в любом случае мы будем видеть, где и как передвигается автомобиль. То есть, найти этот автомобиль будет намного проще. Вот такой вид услуги мы открываем. Значит, накануне праздника, у нас 29 октября, 65 лет исполняется в неведомственной охране. И хотел бы свое выступление, конечно, приурочить, в частности, к этому дню. Хотел бы отметить коллектив, который работает. Значит, это бухгалтерия, это пульт централизованной охраны, это техническое подразделение, и, естественно, управленческий аппарат. Значит, нас всего 26 сотрудников, из них 16 аттестованных и 10 вольнонаемных. Все работают, у нас коллектив подобрался такой, не только вот работоспособный, но и дружный. Вникаем в бытовые проблемы, житейский вопрос решаем с людьми, помогаем друг другу. Поэтому тут проблем нет никаких, как в человеческих отношениях, так и в служебных вопросах. Поэтому хотел бы поздравить личный состав, особенно ветеранов, с днем неведомственной охраны. Пожелать крепкого здоровья, самое главное, счастья детям, семейного благополучия и дальнейшего процветания.